План Лукашенко – обнищание населения. Почти каждый четвертый беларус старше трудоспособного возраста. По крайней мере, по данным за 2019 год. Тогда число граждан данной категории составляло свыше 2,3 миллиона человек. Для сравнения, три десятилетия до этого доля жителей Беларуси пенсионного возраста не составляла и 20%. Таким образом, нагрузка на пенсионную систему за это время ощутимо выросла. При том, что общая численность населения Беларуси, как известно, сокращается. В 2022 году, согласно расчетам и официальным данным, потенциальных пенсионеров в Беларуси должно было быть уже около 2,5 миллиона человек. Однако повышение пенсионного возраста, увеличение минимального страхового стажа и смертность от ковида снизили общее число пенсионеров. На учете в органах занятости и соцзащиты их доля составила 2 миллиона 480 тысяч человек в 2021 году. Однако нагрузку на пенсионную систему это не уменьшило. Почему? Из-за ухудшения политической и социально-экономической ситуации в Беларуси. Несмотря на то, что власти искусственно сократили число пенсионеров, в условиях нарастающего кризиса началось сокращение доли работающего населения. Трудно сказать, сколько именно эмигрировало трудоспособных беларусов, так как власти пытаются скрывать статистику. Но уже сейчас, по оценкам экспертов, речь может идти от 200 до 500 тысяч беларуских граждан. Как отъезд молодых беларусов влияет на пенсионеров? Все очень просто. Трудовые пенсии на сегодняшний момент выплачиваются из Фонда социальной защиты населения. Сам фонд, в свою очередь, пополняет за счет отчислений в размере 29% от доходов, 1% от работающих по найму граждан, 28% вносит работодатель. Все с тех же доходов работников. Притом, в Беларуси нет накопительной пенсионной системы, вместо нее действует распределительная. При накопительной системе работающее поколение платит взносы, которые не расходуются на выплаты пожилым людям, а накапливаются и инвестируются. Вместе с полученными от инвестирования доходами эти средства используются для пенсионного обеспечения именно тех, кто ранее осуществлял накопление. При распределительной пенсионной системе, которая действует сейчас в Беларуси, выплаты пенсионерам начисляют за счет текущих доходов работающих напрямую из налоговых поступлений в бюджет. Проще говоря, сегодня Пенсионный фонд Беларуси финансирует работающие граждане Беларуси. И если число работающих продолжит уменьшаться, а число пенсионеров расти, это будет вызывать все новые проблемы с наполняемостью Фонда социальной защиты в будущем. К слову, из этого фонда начисляют не только пенсии, но и другие соцвыплаты, включая пособия по временной нетрудоспособности, выплаты на санаторно-курортное лечение, оздоровление, пособия по беременности и родам, в связи с рождением ребенка и по уходу за ним, пособия по безработице. Своих накоплений в Фонде социальной защиты населения сегодня уже не хватает. В прошлом году из республиканского бюджета в государственный небюджетный фонд соцзащиты населения планировалось передать средства в размере 1,7 миллиарда рублей. В 2023 году размер таких субвенций достиг рекордных почти 2 миллиардов рублей. Фонд социальной защиты населения попросту не справляется с нарастающими социальными расходами самостоятельно. Что это значит? Нелегитимные власти продолжат стремиться к сокращению расходов фонда, минимизируя социальные выплаты или вовсе отменяя их под любым предлогом. Уже сейчас, помимо повышения пенсионного возраста, так называемые власти ежегодно увеличивают минимальный страховой стаж. К 2025 году его продолжительность должна составить 20 лет, то есть человек, имеющий меньший стаж, сможет рассчитывать в лучшем случае на минимальную социальную пенсию. Сейчас это около 140 долларов. А без доплаты за трудовой стаж и вовсе чуть больше 30 долларов. Кроме того, если когда-то в отношении пенсии существовал стандарт, по которому размер средней пенсии составлял порядка 40% средней зарплаты, то сейчас этот показатель уже не выдерживается. Чтобы снизить нагрузку на фонд социальной защиты населения, режим, даже несмотря на демографический кризис, скорее всего, пойдет на сокращение срока и оплачиваемого государством декретного отпуска. Вполне вероятно, будут урезаны оплачиваемые больничные. Например, с 2024 года их размер поставят в зависимость от стажа. Дальше будет хуже. При условии сохранения нынешнего, фактически уже тоталитарного режима, предпосылок к улучшению экономической ситуации в стране нет. Поэтому и улучшения ситуации с экономикой, а значит с пенсионным обеспечением и социальной поддержкой ожидать не стоит. При этом нелегитимные власти охотнее склонны наращивать расходы на свой карательный аппарат, чем увеличивать социальные отчисления. Не столкнутся ли в этих условиях белорусы ситуации, когда завтра их трудовые пенсии станут минимальными, такими как существующее пособие по безработице, например, около 10 долларов, а все социальные выплаты, которые еще сохранились до недавнего времени, останутся в прошлом. Пока власть в Беларуси незаконно удерживает гражданин Лукашенко, этот вопрос остается открытым. Субтитры создавал DimaTorzok